В этот день, 10 января 1702 года, по указанию Петра Великого, было запрещено в челобитных и других документах подписываться уменьшительными именами, падать перед царем на колени и зимой снимать шапки перед домом, в котором находился царь. 10 января 1758 года русские войска взяли Кёнигсберг, будущий Калининград. Вскоре все его жители принесли присягу российской императрице, в их числе был великий философ Эммануил Кант. 10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций, Международной миротворческой организации, предтечья Организации Объединенных Наций ООН. В этот же день, 1946 года в Лондоне, состоялась первая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 10 января 1992 года в России были отменены фиксированные цены на хлеб и молоко. В этот день 10 января родились Илья Маршак, ученый-химик и писатель, брат детского поэта Маршака, Алексей Толстой писатель, автор романов «Педр Первый», гиберболуэт инженера Гарина. После писателя Максима Горького, Алексей Толстой был, пожалуй, вторым любимцем советской власти. Хотя подобного успеха могло не быть вовсе. В происхождении Толстой был графского, да и его неприязнь к произошедшей Октябрьской революции была вполне ощутима. Физически возненавидел большевиков. Так отзывался Толстой о смене политической власти. И сам поменял Советскую Россию на Францию и Германию. Поспешный отъезд в иммиграцию всей семьи Толстой описал так. «Час был тяжелый, но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы скоро, уже на пароходе. Что было перетерпленно, не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме, рядом с тифозными, и по нас ползали вши». Недолго продержавшись в Париже, где жена работала швеей, а Алексей написал свой первый роман «Сестры» из трилогии «Хождение по мукам», Толстые перебрались в Берлин, где находилось большое количество русских издательств. Однако все мучительные писатель ощущал свою зависимость от чужбины, о чем жаловался в письме литератору Корнею Чуковскому. «Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое Родина, свое солнце над крышей». Кроме того, Толстой стал замечать, что за временами смуты завершается грандиозно, а Россия снова становится грозной и сильной. Толстой вновь решил изменить все. Он опубликовал открытое письмо, где признавал реальное существование в России правительства, называемого большевистским. Принимал точку зрения, что никакого другого правительства в России. Летом 1923 года он вместе с семьей вернулся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В 1936 году на съезде Советов председатель Совета Народных Комиссаров Вячеслав Молотов заявил, передо мной выступал всем известный писатель Алексей Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой, теперь один из лучших и один из самых популярных писателей земли советской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова